Вышла дагестанская обнова, добавили 15 русских машин, карту, махачклы, горы, Кавказа, новый телефон, а также кучу фиш. Начнём с дагестанских машин, а потом перейдём к фишкам и новой карте. Вот такой вот рестайлинговый банан чёрного цвета, который вы все так любите, да ещё и прабус. Легендарнейшая тачка, которая была у Вингалпи, но потом у неё отвалился бам. Поэтому ЦЛС без бампера я тоже сюда добавил. С такими же номерами и так далее, просто как. Раз есть новый банан, то и старый банан мы тоже сюда добавляем. Переходим к следующей. Следующая тачка, это оперская шестёрка. Да, забыл сказать, у всех этих машин дагестанские номера. Но это ж дагестанская сборка. Не делай замазу! Кстати, есть вот такая вот фишечка у нас, вот такой вот новый телефон с приорой и горами Кавказа. Кстати, насчёт приоры, их полно в Дагестане, почему бы и не добавить. Но дело в том, что в карпаркинге приора уже есть. Поэтому добавим приору IMG. Ну и конечно же добавим приору хеджбэк. Да не простую, а с автозвуком. На обоих в телефоне у нас были горы Кавказа, поэтому они теперь и в самой игре. Ну и вы просто гляньте, как это красиво выглядит. Следующая тачка, это копейка с тюнингованными фарами. Я когда-то хотел себе такую в реальной жизни купить, чтобы наваливать бачком. Также тут есть тюнинг, можем флаг, например, поставить. Погоди-ка, в карпаркинге нету флага Дагестана? Исправляем срочно. Ну вот, уже другое дело. Выглядит просто... А это у нас легендарнейшая двенашка Лагуна. Она в ТикТоке, в Инстаграме очень популярная. Она такая апперская, красивая. Поэтому я решил сделать её в карпаркинге. Шаль только, что в реальной жизни она уже разбитая. Её, кстати, разбил сам владелец. Кому интересно, вот скриншот. Но в игре я сделал её всё-таки. Сейчас это дагестанское обново, то как же нам без новой карты? Поэтому я добавил столицу, а именно Махачкалу. И я сейчас не шучу. Вот тут вот она находится. Сейчас мы к ней подъезжаем. Тут вот такой вот специальный заездик есть. И офигеть, мы реально в Махачкале сейчас. И это всё в карпаркинге происходит. Что? Это вот, например, троллейбусное кольцо. Вот, Махачкала. Даже надпись есть такая достопримечательность. Всё это здесь проделал. Также тут есть вот такие вот реальные билборды, как они в реальной жизни стоят. Кстати, пацаны, кто хочет кушать, обращайтесь. И, конечно же, главный памятник архитектуры, центральная Джума-мечеть. Она тут тоже присутствует. Это всё реальные улицы с реальной жизнью. Кто тут живёт, можете подтвердить в комментариях. Тут также есть флаг Дагестана и герб Махачкалы. Герб Дагестана тут тоже имеется. Ну и ещё тут есть реальные магазины. Например, Пятёрочка. Ну и без жилых домов тоже не обойтись. Пару многоэтажек я сделал. Чувствую себя каким-то строителем. Офигенная карта, но я поехал на дагестанскую свадьбу. Потому что я добавил приору лимузин, пацаны. Да, это реально приора лимузин. Просто ты какая-то длинная. И прикол этого лимузина в том, что у него есть салон, ребят. Вот такой вот лакшери салон. Вот у нас кока-колка, есть орбит. Магнитола и куча колонок, чтобы на максимум врубать муз. Можно кайфово с друзьями сидеть в салончике, смотреть Гукиса на вот этом огромном экране и кайфово. Шашки на лимузине, нафиг. Вот так вот обижаем машиночки из ряда в ряд. Нифига себе скорость, давай хоп. Оп, между ними, давай. Опа, хорошо, фух, это так страшно. Офигенный лимузинчик, идём дальше. Опер скива со стробоскопами и винилами на стекло покупаем. Кайф, пацаны, это самая настоящая Опер-четырка. Тут вам и шильдики, и винила на стекле, и стробоскопы, и вот такие вот тюнингованные фары. В нём понарастающая следующая тачка, это вот такая вот пятёрка. И она идёт сразу с винилом, офигеть. Такие вот фарки, дрифтовые весы, ну и другие всякие разные детали. Это та самая легендарная Жига Царь за 10 миллионов. Кто знает, вот она, реально семёрка Урбан, покупай. Как только мы её купили, ставится вот такая вот Бэпан-подвеска, но её можно купить. Офигеть, она так необычно выглядит, просто вообще. Нива седан, реально. Кстати, кто знает, Ватер делал такую тачку в реальной жизни. Это Оперская девятая. Стоит достаточно недорого, покупаем, и вот она у нас. Это имба. Какая же может быть суета, если нету мусоров? Поэтому я добавил легендарную буханку, погнали её найдём. Вот она. Ну что, Оперы, насуетились, наигрались, а теперь по одному. Это у нас Газель Некст. Это не обычная Газель, а Оперская, со стробоскопой. Газуй, Газель. Это у нас Веста Спорт. Вот такая вот, ух, ух, ух. Стоит недорого, покупаем. Очень много моих подписчиков просило эту машину. Что ж, получай. Это, наверное, самая кайфовая тачка в карпаркинге. Но давайте это проверим. Это у нас Буббант Винашка. И на ней можно ставить наклейки на стекло. Спереди вот такая вот офигенная тачечка с стробоскопчиками. Вообще кайф. Ну а мы переворачиваем камеру. И здесь у нас винилы на стекле. Офигеть. Как вы видите, мы действительно можем тонировать наши фарки. Идём дальше. Как вы знаете, в Дагестане и в общем на Кавказе очень много гор. И для того, чтобы хорошо ездить по горам, надо хороший внедорожник. Поэтому я добавил Лексус 570. Офигеть, какой он качественный. Мы, конечно, покупаем. Я просто влюбился в эту машину. Не, ну вы гляньте на эту морду. А с горами Дагестана справляется. На ура. Даже у этой машины проработан салон. И сделано это очень хорошо. А первая фишечка это вот такие вот стикеры на авто. Например, вот такой вот. Или вот стикер с номером, чтобы удобно было делать. Их тут очень много. Даже хазбик есть. Можно его себе вот так вот на машину поставить. А как же поиграть в эту Дагестанскую обнову? Читайте, закреплю на комментарии. Там я всё объяснил. Пишите в комментах, что мне ещё добавить в игру. Пишите как можно больше. Я всё добавлю.